Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В понедельник Тверской суд Москвы признал американскую компанию мета-экстремистской и запретил на территории России работу Инстаграм и Фейсбук. Правда, покинули соцсети не все. Так, по различным данным, трафик упал на 30-50%. Пользователи продолжают находиться в социальных сетях с помощью приложения ВПМ. По решению суда наказывать пользователей за это не будут. Но вот за рекламную деятельность в Инстаграм и Фейсбук теперь будут отвечать по всей строгости. Ведь в новых условиях это может считаться финансированием экстремистской организации. А что касается WhatsApp, который тоже входит в компанию мета, то к нему у российских правоохранителей вопросов не возникло. Так как у приложения нет функции публичного распространения информации. Еще в конце прошлой недели хлебозаводы начали поднимать цены на свою продукцию. Причина – резкий рост стоимости сырья для хлеба и выпечки. К примеру, цена за килограмм маргарина подскочила со 100 до 230 рублей. С такими ценами маленькие пекарни и вовсе могут оказаться на грани закрытия. Что думают обо всем этом барнаульские хлебопеки в следующем сюжете. За последние несколько недель сахар, мука и маргарин резко подорожали. Руководители пекарин и хлебозаводов говорят, покупать, казалось бы, базовые продукты становится все сложнее. Ведь стоимость выросла от 30 до 150 процентов. При этом поставщики не называют причину столь резкого скачка. Поставщики, на удивление нам, они никак не отвечают на этот вопрос. Единственное, что они говорят, что это является курсом повышения доллара. Хотя для нас это удивительно, потому что маргарин – это производная России, сахар – это производимая Россией. Еще одна проблема, говорит Ольга, отсутствие у маленьких булочных складов для хранения запасов. Купленных ингредиентов хватает лишь на неделю. Поэтому их приходится приобретать регулярно и по актуальным ценам. То есть работать, что называется, с колес. Несмотря на это, сделать такую же наценку, как у поставщиков, пекарни не могут. Боятся полностью потерять клиентов. Из-за разницы в цене пекарни теряют до 30 процентов выручки. Несмотря на это, многие из них не хотят увольнять сотрудников и, более того, стараются сохранить цены. Например, на обычный белый хлеб. Ведь именно его зачастую берут пенсионеры и другие социально незащищенные категории граждан. В связи с этим правительство России направило 52 миллиона рублей на поддержку алтайских хлебопеков. Эту сумму распределят между предприятиями, которые не будут повышать стоимость по сравнению с предыдущим месяцем. Субсидия рассчитывается от объема выпеченного и проданного хлеба. 2,5 рубля на килограмм. Это очень мало. 2,5 рубля – это очень мало. Это очень маленькая дотация. Себестоимость килограмма сейчас сложно прогнозировать каждый день, потому что каждый день цена приходит разная. То есть цена растет. Владельцы пекарин боятся, что если ситуация не стабилизируется, убытки станут еще выше. А это, в свою очередь, может привести к закрытию многих предприятий и массовой безработице. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Сложности возникают и у владельцев бизнеса по производству макаронных изделий, анализируя даже возможную перестройку в своей работе без серьезных убытков. Сейчас не обойтись любому производству, уверен наш эксперт. Люди не могут жить без продуктов питания. Да, может быть, доля потребления снизится, может быть, она останется на прежнем уровне. То есть есть все равно три ценовых сегмента. Есть экономный сегмент, где цена пониже, но тот же продукт находится, допустим, в рамках СТМа. Есть средний ценовой сегмент, есть премиальный ценовой сегмент. Я думаю, что премиальный ценовой сегмент, он не упадет, потому что у кого есть деньги, он как упал во все времена и в кризисные, он все равно не падал в премиальный сегмент. А вот средний ценовой сегмент, скорее всего, припадет и доля перераспределится в более дешевый экономный сегмент. Ну, соответственно, придется нам тоже подстраиваться под условия рынка, но это будет очень тяжело, потому что мы все находимся, находились, так скажем, в фазе активного развития. То есть у всех есть кредиты, есть обязательства, и та маржа, или тот, скажем, маржинальный доход, который мы будем получать с экономного сегмента, он просто многим компаниям не позволит закрывать действующие обязательства. Не надо забывать, что у нас еще и кредиты выросли. То есть сегодня ставка, которую предлагают банки, это 23-25% против тех ставок, которые были там еще месяц назад, это 10, казалось, дорого, 12, это было вообще неподъемно. Поэтому здесь уходить в дешевый и говорить, что всем компаниям будет легко от этого, это миф такой, который, скорее всего, никуда не привезет. Офисная бумага подорожала в разы. Позволить себе цветочную экзотику теперь тоже смогут не все. Растут цены и на памперсы, и детское питание. У многих, планировавших беременность, теперь появились сомнения на этот счет. Повторится ли демографическая яма 90-х и что ждет цветочников в материале Софии Яценко. Цены продолжают расти, а вот возможности барнаульцев наоборот, тают на глазах. Обеспокоены судьбой бизнеса многие предприниматели. Например, цветочные бизнесмены из-за введения санкций уже начали терять клиентов. Были такие варианты, подходили к витрине, смотрели цены, смотрели, что можно выбрать, подобрать за ту стоимость, которая у них имеется. И некоторые разворачивались и уходили. Говорили, нет, мы не можем себе такого позволить, это очень дорого. Если более крупные сети пока еще продолжают сотрудничать с зарубежными поставщиками, то маленьким салонам цветов приходится гораздо тяжелее. Теперь достать экзотику для многих задача непосильная, а резкий скачок иностранной валюты и вовсе ставит под сомнение жизнь бизнеса. Вот эти санкции, они же совершенно обоснованы, правильно, но поддержки государства нет никакой. То есть мы точно так же платим налоги, точно так же мы платим аренду. И цена у поставщика повышается, у нас, соответственно, тоже повышается. И, ну, как бы выживет, наверное, кто-то. Кто-то выживет. Накладывает свой отпечаток ситуация и на рождаемость. Все меньше женщин планируют заводить детей. Подсчитывают расходы и желание рожать пропадает. Месячный запас сейчас стоит 4,5 тысячи рублей. Это 180 штук. Ровно месяц назад я могла пить 180 штук. В районе полутора тысяч. Для неработающего человека это очень ощутимо. Цены взлетели на все. Теперь не всем по силам приобрести даже подгузники и смеси. Те, у кого уже есть маленькие дети, не перестают хвататься за голову. А вот те, кто планировал становиться родителями, серьезно задумываются. А стоит ли? Рождаемость в советский период, это в 70-е годы, был коэффициент 2. Да, сегодня коэффициент 1,4, 5 на 5 же, он связан именно с тем, что у нас на сегодня в материнство входят молодые девушки, которые родились в 90-е годы. К слову, может быть, отсутствие импортных контрацептивов все же не даст российской демографии дойти до уровня лихих 90-х. София Иценко, День с толком. Сейчас многие говорят, что надо поддерживать отечественных производителей. В то время как в социальных сетях все больше шутят про импортозамещение газировок березовым соком, мы решили проверить, а настолько ли это шуточная история. Ведь, несмотря на то, что многие дети 21 века ни разу не пробовали эту природную жидкость, часть россиян еще со времен Советского Союза не прекращали употреблять березовый сок. Уходя, уходи и прочие шутки на тему зарубежных газировок достигают пика, когда вспоминают про березовый сок. Ответ на все случаи жизни, но кто-то вполне серьезен. Вместо колы пьют сок дерева, подслащенную жидкость. Шутки шутками, но сейчас я нахожусь среди потенциального натурального продукта. По словам экспертов, самым сбалансированным березовый сок получается у берез на средней высоте. В низине их сок менее сладкий, а на высоте чересчур сладкий. Достаем оттуда чопик, когда начинается период сбора, аккуратно в то же отверстие. Антон Иванов с детства обожает березовый сок. Когда его перестали продавать в магазинах, стал добывать сам. В один из таких дней нашел здесь щенка, и уже 6 лет у него живет чуля от слова «чудо». Березам благодарен за друга и за свое здоровье. Любитель спорта ощущает пользу. На самом деле бодрит даже. А как же вот всякие энергетики, которые тоже дают энергию? Я не приверженец энергетиков. Я считаю, что то, что нам природа дает, то надо брать. А то, что синтетическое, ненатуральное, ну это как искусственная красота. Таких 150 литров я заготовил, у меня всю зиму родители пьют. Уровень паажности выравнивается, чистятся почки, камни, то есть для желудка это полезно. Одни употребляют по науке, другие просто любят вкус, а часть молодых россиян его и не знают. И если уж всерьез шутить про импортозамещение, давайте сравним. Это кола, это березовый сок, его я ни разу не пила. Знакомый вкус, но можно было бы и поменьше сахара. Ну как будто вода с добавками. Цинь, кобаль, олибден, маргаринец, натрий, там все это дело расстроено. Пол процента, один процент всего лишь сахара. Применяют, значит, для производства отдельных видов сахаров, ну при определенных болезнях, диабетах. Помогает при шлаках, очищает кровь, повышает иммунитет. Официальная медицина давно использует березу. Из нее производят активированный уголь, мазь фишневского, а сок – лайт-версия для профилактики. В сутки с одного дерева можешь заготовить до 5 литров березового сока. Это как корову подавить. Ну, корову 5 литровую никто содержать не будет. Любители, новичков и всех патриотов отечественного производителя к березам приглашают через месяц. Сейчас все-таки рано. Перед этим изучите, как не навредить дереву и не собирайте больше 15 литров с одной березы. Сок переносит заморозку, передозировок не зафиксировано. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим. В ноябре следующего года жители Барнаула смогут отведать чашечку кофе в обновленном старинном здании аптека Крюгер. Владельцы отдали часть помещений под колоритное кафе. Сегодня реставрация памятника культурного наследия идет активными темпами. Подробнее о возрождении расскажет Валентина Аскерова. И даже рисунок сохраняет? Рисунок в сантиметр в сантиметр повторяет все, что было. Оконные наличники, колоритные печи – все сохранено в своем первозданном виде. За реставрацию разваливающегося памятника архитектуры, который был построен в начале 20-го столетия, в свое время рискнул взяться предприниматель, врач, создатель музея «Мир времени» Сергей Карипанов. Была квартира в Новосибирске. Я ее продал, купил на эти деньги. Я мог бы купить четыре инвестиционных новых квартиры. Сейчас бы сдавал их, обогатился. Вместо этого нам пришлось сюда добавлять, 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 добавлять. С точки зрения коммерции – это идиотский проект. С точки зрения для города музей шикарный сделать – это суперпроект. В возрождение уже вложены миллионы рублей. За шесть лет работы перекошенное здание подняли, восстановили стены, утеплили их и уже приступили к восстановлению деревянного сайдинга, который полностью сгнил. Если по внутреннему убранству решений пока нет, идет творческий поиск, то по внешнему картинка сложилась. Уже этим летом барнаульцы будут прогуливаться не мимо бесцветного здания, а ярко-зеленого, таким, каким оно было раньше. Александр Федорович Деринк копался-копался в досках старых и докопался, что дом был зеленым. Ярко-зеленые будут стены, светло-зеленые наличники, которые сейчас уже реставрируются. Я думаю, к концу лета они у нас уже будут на месте. А еще зеленая подсветка. Уже известно, что в старинном здании частично разместятся многочисленные экспонаты музея «Мир времени». Будет уголок и для релакса – атмосферное кафе разных эпох. Вот там во всю стену будет панно с Лениным, потому что в дальней части будет социализм наш. Порадуют посетители и библиотека с подлинниками конца 19-го – начала 20-го века. Любой желающий может взять книгу и отдохнуть за чашечкой любимого напитка. Сергей Карипанов надеется, что историческое здание переживет свое второе рождение в ноябре 2023 года. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Вадим Быстревский. День с толком. Сейчас со мной на связи известный барнаульский архитектор Александр Деринг. Здравствуйте. Такой вопрос хочу задать. Сказывается ли введение санкций на тех, кто занимается реставрационными работами? Не придется ли их приостанавливать? Добрый день, Татьяна. Конечно, сказывается, безусловно, потому что строительные отделочные материалы очень резко взлетели в цене. И частникам, да, я думаю, что и бюджетным организациям, заказчикам в лице государства гораздо сложнее и труднее будет изыскивать средства на реставрацию, что, конечно, прискорбно. И тут, мне кажется, возникает, как раз всплывает, вернее, тот болезненный вопрос, который уже на протяжении нескольких лет мы и сообщество реставраторов, и, по-моему, Министерство культуры, я знаю, насколько, выходили с предложением в нашу Государственную Думу и правительство с тем, чтобы для собственников и не только собственников, владельцев любой формы собственности объектами культурного наследия сделать какие-то преференции, льготы и не только по налогам, но и каким-то образом зачитывать их затраты. Это абсолютно справедливо, и так вообще осуществляется реставрация во всем мире, абсолютно, да, везде. То есть вся нагрузка на вот этот сложный, тяжелый процесс реставрации, она не ложится на плечи одного только, одного собственника, владельца. А государство, конечно, в определенных, в разных формах и в разных объемах участвует в реставрации. Поэтому я, конечно, за то, чтобы все-таки эти предложения, которые были внесены в Думу, и в 20-м, начиная с 19-го года, я знаю, в 20-м, в 21-м, и они откладывались из-за ковида, теперь вот еще, но мне кажется, это вопрос острый, и мы можем просто потерять, в общем-то, то, что у нас сейчас есть и сохранилось, вот что мы оставим потомкам. Поэтому я думаю, здесь, несмотря на то, что все так, да, действительно тяжело, но каким-то образом нужно помогать людям, которые сохраняют нашу историю. За последние пару недель отношение к русским за границами страны меняется. Их отказываются пускать в рестораны, всячески притесняют, обливают краской русские посольства и церкви. Российские СМИ сообщают о притеснениях людей, говорящих по-русски из-за проводимой спецоперации на Украине. Многие стараются замалчивать проблему, неохотно о ней говорят. Мы же пообщались с теми, кто, несмотря на политические конфликты, так или иначе продолжает общение с иностранцами. Куба, конца февраля, начало марта. На острове Свобода еще звучала музыка, туристы наслаждались океаном и красотой. Уже активно мониторили ситуацию в мире. Спецоперация на Украине всколыхнула многонациональное сообщество туристов. Отдых жительницы Барнаула Евгении Даровской как раз совпал с известными событиями. К нам подходили люди польской национальности, которые довольно агрессивны. Но это исторически и географически сложилось. Естественно, они не понимают, что происходит в России. Говорят, есть две темы, на которые говорить глупо. Это религия и политика. И попробуй поспорь, естественно, у вас начнется еще и междоусобная война. Поэтому я старалась, конечно же, не вступать в какую-то полемику. В полемику с иностранцами русские туристы старались не вступать. В этом не было смысла. Но если Солнечный остров своей красотой подавлял негативные отношения к русским, то в некоторых других странах, к примеру, в Германии, неизвестные громили магазины с русскими товарами. Да и вообще к людям с русской фамилией отношения начинало резко меняться. Есть случаи, что людям с русской фамилией банки замораживали конту. То есть даже человек здесь жил уже лет 25, наверное, женщина. Работала здесь и все, соответственно. И у нее заморозили конту. И сказали, вы придите, покажите документы, на основании которых вам выдали конту. Дело все в том, что однобоко информация здесь подается. Как говорится, мозги засраны капитально тут. А вот житель Барнаула Иван Алексюк, который знакомит иностранных туристов с нашей страной, пока в общении со своими друзьями из Германии никакого напряжения не ощущает. Ничего не изменилось. Я для них хорошо знакомый человек. Поэтому они ровно относятся. Но все равно говорят, что повязка у них там сильно меняется. И люди, которые не имеют где-то здесь друзей, знакомых, они могут думать иначе. В СМИ сейчас активно обсуждается, что в некоторых странах россиян притесняют, отказывают в работе, выгоняют из мест общественного питания, а в школах русских детей травят за происхождение. Уже некоторые зарубежные звезды осудили такое отношение к россиянам. А героиня нашего сюжета в очередной раз напомнила, что отношение к человеку не должно строиться на почве национализма. Когда, например, заболела моя дочь, и у меня на тот момент закончились лекарства, я спасалась, я и моя дочь, мы спасались украинскими лекарствами. Потому что любая мама, которая слышит, а что с твоим ребенком, она бежит и говорит на мое. Я дома даже сохранила пакетик украинского лекарства, который теперь, я думаю, исторически у меня будет очень долго лежать, потому что везде есть люди. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. А вот в соседнем Казахстане ситуация иная. По крайней мере, нам сообщили такую информацию. Отношение к русскоговорящим здесь не изменилось. Отношения, как были достаточно хорошие, нормальные, так они и остались. И между соседями, и с коллегами на работе. Конечно, в стране, страна вообще лишенная вот этого украинского психоза, она живет более толерантно. Казахи, по-моему, так более толерантны, чем все европейские страны вместе взятые. Кроме казахов здесь еще много народов, поэтому Казахстан, политика Казахстана старается придерживаться нейтралитета. И даже если где-то какие-то возникают вопросы, именно со стороны правительства, ну, пресекаются любые попытки разжечь межнациональный конфликт. В четверг, спустя почти два года после происшествия, реальный срок получил Михаил Старцев, подсудимый по громкому делу о драке на Старом базаре. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Напомню, в 2020-м в ходе потасовки Старцев нанес удар Павлу Рохлову в челюсть. В результате последний скончался. Дмитрий Дроздов был на заседании. За пару минут до начала вынесения приговора в коридоре суда людно. Вместе с обвиняемым Михаилом Старцевым пришли его друзья и знакомые. По словам адвоката подсудимого, она переживает. Но повлиять на решение уже невозможно. И вот час икс настал. Назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбывания в строительной колонии строгого режима. Срок наказания Старцева осуществляется дня вступления приговора в законную силу. За честь срока отбытия наказания, время содержания под стражей с 27 июля 2020 года по 22 октября 2020 года. Меру пресечения Старцева в виде подписки и невыезде на ближайшем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда. К слову, ранее гособвинение просило осудить Старцева на 12 лет. Но суд принял во внимание ряд смягчающих факторов. Наличие у подсудимого двоих малолетних детей, частичное признание им вины и неудовлетворительное состояние здоровья Старцева. Помимо шести лет лишения свободы, Старцев будет обязан по решению суда выплатить компенсацию морального вреда в пользу семьи погибшего Павла Рохлова. Это 4 миллиона рублей. Защита обвиняемого намерена подать апелляцию и обжаловать решение суда. Пока же Старцев будет находиться в СИЗО. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайский край готовится к шестой волне коронавируса. По оценке различных экспертов, она может начаться через полгода. После того, как в Москве сняли маски, о желании послабленький заговорили на Алтае. Но местные врачи не считают это хорошей идеей. По крайней мере, сейчас. К тому же на арене вирусологии появился новый штамм – стелс-омикрон. В Китае на карантин уходят мегаполисы. Что известно об этом штамме, что сейчас происходит с вакцинацией. Эти вопросы мы адресовали главному инфекционисту Алтайского края Валерию Шевченко. В Москве уже отменили масочный режим. Ожидать ли этого в Алтайском крае? Если оценивать ход событий этой пятой волны, то действительно Москва первая вошла в такой значительный, неожиданно большой подъем заболеваемости. И буквально через две недели подобная ситуация повторилась у нас. Поэтому, может быть, и ограничительное мероприятие, точнее, послабление придет и к нам. Если ситуация позволит, я думаю, никто не будет насильственно или как-то избыточно требовать это от населения. Потому что понятно, что все устали, все надоело и хочется вернуться к тому состоянию социальной мобильности и близости социальной, как это было в доковидный период. Пару месяцев назад вы говорили, что после омикрона пандемия может пойти на спад, на более легкие формы, либо же наоборот, это такое затишье перед бурей. Вот на момент сейчас, что вы можете сказать? Вероятнее всего, в ближайшее время будет продолжаться снижение заболеваемости и, возможно, в перспективе будет некоторый период затишься. Но делать прогнозы дальше, чем на месяц-полтора, учитывая, что коронавирус уже преподнес не один сюрприз за последние два года, я думаю, так, в общем-то, достоверно не представляется возможным. При этом мы сейчас готовимся к шестой волне. Да, при этом система здравоохранения уже наработала огромный опыт в борьбе с ковидом, во всех его проявлениях, в различных группах риска. Ведь смотрите, что произошло в пятую волну. Большое количество беременных было вовлечено в заболеваемость детей. Колоссальный объем обращений на амбулаторный этап оказания медицинской помощи, тот, чего не было в предыдущих волнах. Система здравоохранения действительно сумела перестроиться, оперативно перестроиться, сформировать правильное соотношение коечного фонда для взрослых и детей, изменить, оптимизировать подходы к оказанию медицинской помощи такому большому количеству людей на амбулаторном этапе. И, в принципе, система здравоохранения с этим справилась. Поэтому в настоящее время есть некоторое послабление по работе медицинских кадров в отношении коронавируса. Но в случае, если все-таки очередной подъем заболеваемости случится, то система готова к этому. Уже не и топ, и коечный фонд полностью выводится на 100% из возможной перспективы дополнительного развертывания. В ближайшее время не планируется. Да, сейчас, конечно, медицинская организация активно возвращается к плановой помощи. Есть на это возможность, в этом есть абсолютная потребность. Но оперативно вернуться в предыдущий статус, статус ковидных госпиталей, на сегодняшний день медицинские учреждения тоже способны. Мы об этом говорим, потому что подходит некая сезонность? Сезонность особо-то и не подходит. Здесь-то и сложно делать какие-то прогнозы. Возможно, впереди будет некоторый период затишья до весны и зимы текущего года. А может быть, это будет похожая история, как это было с третьей, четвертой волной, пятой. Ведь в некоторых регионах нашей страны, не выйдя полностью по аналогии с предыдущей волной, из текущей волны они переходили в очередную. То есть не достигая этого минимального уровня заболеваемости, который был, например, между первой и второй волной. Поэтому территории даже в границах Российской Федерации, они очень отличаются по развитию эпидемического процесса. Или это связано со стелс-омикроном в Китае? Предположение по шестой волне, да. Если помните, пятая волна определилась с эмикроном, как вновь выявленным вирусом, совсем не похожим на предшественников своего, дельту. То в данный момент шестая волна, пока на сегодняшний день, ее возможный приход связывается со стелс-омикроном. По тем данным, которые есть, считается, что он менее заразный, чем эмикрон, но более чем дельта. То есть некий такой промежуточный вариант. Ну и ровно так же способен вызывать тяжелые формы с осложнением. Поэтому что-то такого пока крайне удивительного, не мало известно, но что он может вызвать подъем заболеваемости. А сейчас, знаете, как бы сложно уже удивить человечество, кто будет болеть чаще, кто будет болеть тяжелее. Потому что, по большому счету, уже все социальные группы, возрастные группы столкнулись с ковидом. И каждый выдал определенные особенности течения болезни, да, или скорость распространения. Уже были вовлечены все, и молодые, и социально активные граждане, и пожилые, и лица с хроническими заболеваниями, и беременным, и дети. Уже невозможно сказать, что кто-то не перенес ковид, или какая-то социальная ячейка не столкнулась с ковидом. Если мы даже сейчас спросим друг друга, и обязательно скажем, кто-то в семье, кто-то знакомый, кто-то сам. Поэтому, вот, что будет с омикроном варианта стелс, время покажет. Сейчас непростая обстановка в стране, и коронавирус не в повестке. Что происходит с темпами вакцинации? Ну, да, темпы вакцинации снизились. Сейчас отношение к вакцинации, оно, конечно, не приветствуется медицинским сообществом. Потому что, ну, как бы, все привыкли уже к этой проблеме ковида, свыклись, кто-то уже безразлично к этому относится, да. Переболев раз, поняв, что он прожил эту историю, и теперь ковид как бы не про него, и не для него. То медицинские работники колоссально напрягаются в ежедневной своей практике, уделяя много времени ковиду. Понимаю, что мы тратим силы и ресурсы на то направление, которое, в принципе, можно было бы уменьшить в отношении его интенсивности, да. И распределить свои силы и направить на не менее значимые направления. Например, борьба с болезнями сердечно-сосудистой системы, с онкологическими болезнями, с инфекционными болезнями, другими социально значимыми, такие как ВИЧ-инфекция. Это было полтора года назад, то цифра порядка 400-450 случаев в день за последнюю неделю. В сравнении с тем, что было полтора года назад 200 случаев, ну, в общем-то, мало сопоставимо, да. Тогда мы были, как жизнь показала, за последние два года мы реагируем на оперативную информацию. И, ну, наверное, не совсем правильно сказать, что живем одним днем, но в перспективе наших действий, наверное, 2-3 месяца. Это новая болезнь, которую никто не знал раньше, и мы сейчас с ней набираем только первичный опыт. Если мы все-таки перейдем в такую фазу взаимодействия с вирусом человечества, да, когда появится некоторая закономерность в виде цикличности определенных периодов, вот тогда уже будет несколько проще. И тогда на ваш ответ, о что нас ждет впереди, уже можно будет строить более определенные прогнозы, как это, например, происходит с ОРВИ и гриппом. Но, тем не менее, да, вот ОРВИ и грипп, тема известная уже много лет, много десятилетий, но все равно он порой привносит сюрпризы, да, что случилось в 2009-2010 году. Подъем заболеваемости произошел в ноябре, то есть сместился на 2-3 месяца, да, и вся эта история в итоге вылилась в очередную пандемию. То есть и здесь уже хорошо известный вирус, уже детально описанный, более того, есть лекарства прямого противовирусного действия эффективные. Ну вот так природа, в общем-то, да, преподносит сюрпризы. Завтра Всемирный день театра, а в понедельник праздник отмечали кукольники. В этот день мы наведались в сказку. Здесь огромное разнообразие кукольных героев, марионетки, тростевые, планшетные куклы. Какая застала еще времена Брежнева, и о чем мечтает труп театра, узнавала Анастасия Наборщикова. Че смотришь-то, ох, бабы-яку не видал, что ли, а? Ох, гляди-ка, я теперь звезда, да? Я ж на телевидении, что ли, будь, да? За кулисами театра кукол тысячи актеров. Полсотни из них говорит голосом Евгении Пуховой. Уже 30 лет она служит этой сцене, хотя в студенчестве мечтала о карьере в кино. И все смеялись, говорили, ну ты прекрасно выглядишь за ширмой, ты прекрасно просто исполняешь эту роль, но только кукла не работает. Каждой куклой своя походка, свой характер. Ну, это, конечно, чудесное искусство. И через несколько лет я так прикипела к театру кукол, что мне просто не нужно было ни кино, ни театра драмы. Ах, какой хорошенький. Сядь ко мне на язычок, да пропой еще разок. Лисица-марионетка – кукла, которая застала еще времена Брежнева. Ее за нити подтягивала и наша героиня. А еще актриса Павлова – одна из первых, кто служил Барнаульскому театру. К слову, в те годы режиссер Евгений Гиммельфар ставил не только детские, но и взрослые спектакли. Какой нелепый видела я сон. Мне снилось, будто я в ослах рубилась. Комедия Шекспира – сказка для взрослых. Такого на сцене театра кукол не было лет 10. Сегодня режиссер из Беларуси поставил пьесу «Сон в летнюю ночь» и наполнил кассу. Современный взгляд сквозь золотую маску собрал аншлаг. На сегодняшний момент билетов нет. Если возвращаться в историю 80-е годы, то взрослые очень любили театр кукол и билетов. На спектакль невозможно было приобрести. И мне кажется, что мы себе и такую ставили, наверное, задачу, чтобы повторить. Также задача – сохранить эту историю. Куклы будут оживать вновь и вновь, а еще опять гастролировать по краю. Все это уже было в 80-е прошлого века. Когда ситуация с ковидом утихнет, театр кукол снова можно будет пригласить в гости и окунуться в сказку. Ведь до сих пор вживую далеко не все в краю видели марионеток, тростевые, планшетные куклы. А еще жуткую куклу-перевертыш. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. И в завершении выпуска. Сегодня во всем мире отключат свет. Добровольно. В 20.30 барнаульцам предлагают присоединиться к мировой акции «Час Земли». В это время погаснут буквы «Барнаул», выключат подсветку на зданиях администрации города, театров и новом мосту. На проспекте Ленина будет дан старт всероссийскому велопробегу, как знак того, что сегодня это один из самых экологичных видов транспорта. А у меня на этом все новости мира и добра вам. И до встречи. Продолжение следует...